Чё, извини! Уполаджался! А то извини! Я хочу научиться драться и мочь постоять за себя и своих родных. Если ты со мной согласен, поставь лайк. Посмотрим, сколько будущих настоящих мужчин меня смотрит. А если ты хочешь попасть в видео, как эти красавчики, тогда подпишись на канал и напиши крутой комментарий. И если он останется без единого лайка, то ты будешь в следующем ролике. Короче говоря, я научился драться. Это был вторник, 20 августа. Всего 13 дней осталось до школы. Я решила хорошо учиться и радовать маму пятерками. Но до первого сентября, вернее до второго, так как первое это воскресенье, еще есть время. Надо бы провести его с пользой. Можно готовить научиться, можно книжки какие-нибудь почитать. А можно вообще просто побольше гулять на улице и дышать свежим воздухом. Приду домой, посоветуюсь с мамой. Мам, слушай, до школы осталось 13 дней. Как думаешь, как их провести с наибольшей пользой? Ну, возьми книжки почитай, к школе как раз подготовишься. Не, мам, книжки не хочу. Учиться с первого сентября буду. Ну тогда просто побольше гуляй, пока тепло, сил к школе набирайся. Точно. Пойду еще пройдусь. На свежем воздухе, говорят, думается лучше. Я гулял 5 минут, 10 минут, 15 минут. Умных мыслей все не приходило. Походу придется назад возвращаться. А нет, недалеко я увидел знакомых ребят с района. Вот у них и спрошу. Привет, ребят! Здорово, малой, молодой. Че, как, как сам, какие дела, как маточка. О, тапки знакомые. Хе-хе-хе. Да нормально все. Вот хотел у вас спросить. Че? Спрашивать знакомых. Ты можешь максимум поинтересоваться. А, ну да, извини, братан. Че, извини? Упал, отжался? А ты извини. Я встал в упор лежа. Отжался кое-как 10 раз. Шевелись давай. Ну ты малой хиляк вообще. Ну че там хотел? Чем поинтересоваться-то, а? В общем, если бы вы были на моем месте, и у вас до школы оставалось 13 дней, как бы вы их провели? Ну так, чтобы с пользой. Ну а че, писишник дома есть? Да, есть, конечно. Ну вот, мы бы с босыма рубались целыми днями. И до школы, и после, и вместо нее тоже. Хотя, учитывая какой-то дохляк, я бы на том месте с собой занялся. Там дрянца научился. В школе таких вообще не уважают. О, точно. Отличная мысль. Помню, я в начале лета уже учился драться у дедушки. А потом, помню, еще и качался. Но сейчас я уже давно не занимался, и походу все забыл. Точно, ребят. А научите меня драться. Пш, хе-хе-хе. Да нет, я на тебя никаких нервов не хватит. Скажи, босой. Да он клюпий какой-то, его хрена ухит. Хе-хе. Ну, пожалуйста, ребят. Я раньше немного тренировался. А еще, давайте так. Вы меня учите драться, а я вам даю играть у себя дома на компьютере. Ну, че скажешь, босой? Че думаешь? Да вроде тема четкая, че. Не такой, что нахлюпик. Научим его драться? Далеко научим. Да. Да, да, рано радуешься. Сначала аванс бы неплохо получить. Конечно, ребят, пойдемте. Мы с гопниками пошли ко мне домой. Вот круто. Эти ребята точно круто дерутся. Как раз до школы овладею уличными боевыми искусствами. Эх, буду самым крутым в школе. Мы зашли домой. Мам, можно я с друзьями поиграю немного в компьютер? Они великоваты ли друзья у тебя? Да нет, тетя. Вы че? Мы теперь в одном классе учимся. М? Да-да. А на переменках вместе мобил отжимаем, а? Ахахаха. Да это он так шутит, мам. Ребята, с чувством юмора просто. Мы зашли в мою комнату. Фигасе, мне не трогать. Ребят, во что играть будем? Могу предложить CSGO или GTA? Кому-то на GTA упало-то. Давай, контрец, рубай, я по ней лучше на районе. Я покажу тебе, как быстро с ВП на поколку тыкаться. Хе-хе. Я загрузил контроль для гопника. Гопники играли один час. Ну где кто-то? Слушай, братюнь, хребни водичкой. Ты ты чем больной? Это не колон. Ага, ну да. Ага, ага. Хе-хе. О, ладно, глядишь, пахнет, будет приятно. Хе-хе-хе. Два часа. Капец, это тебя воняет, а? Ты когда в последний раз в душе был? Тьфу. В каком еще душе? Соседшим больной. Я в пруду купался в июне. Три часа. Ну что, пасой, что-то больной у меня. Давай ты пару каток. Эх. Ну давай. Эх. Давай в экран смотри, че-то не отвлекайся. Аккуратненько. Да у меня что-то со зрением проблемы. Тут у тебя с головой проблемы. Ух ты. Слушай, растешь, брат. Аккуратненько, растешь. Эх. Хе-хе. Слышь, малой, че это за фигня такая? Ох, нифига себе. У меня в паспорте такая же фотка. Смотри, какой урод. Гляди, гляди. Ай, ты. Хе-хе-хе. Че, блин, слишком смелый, что ли? Вообще края попутал, берега не видишь, блин. Ребят, может, хватит? Время уже тренироваться. Слышь, басой, а правда, погнали на улицу. Воздух и хлебнем съезжего. Че-то эта дурмашина нас конец засосала. Мы вышли на улицу. Слышь, малец, сюда гляди. Короче так, чтобы хорошо отмачивать, как мы с басым, надо иметь грубую физическую силу. И вот ее развитием мы сейчас и займемся. Что, отжиматься? Да, два подхода по десять. Давай, упор лежа принял. Я встал руками на землю. Кое-как отжался десять раз. Потом еще десять раз. Ну че, айда теперь на перекладину. Посмотрим, сколько сможешь. Я залез на турник. Один. Два. Три. Четыре. Все, больше не могу. Да, ну и слезай с турника, че висишь как сосиска. Ну ты, блин, малец и хиляк. Ладно, не отчаивайся. Давай-ка, знаешь че, пробежечку замутим. Мы вперед с басым, ты за нами. Погнали. Ребята побежали вперед. Я за ними. Мы бежали пять минут. Десять минут. Стойте, не так быстро. Я не успеваю. Вскоре гопники скрылись из виду. Я бегал дальше по району в надежде найти ребят. Но их нигде не было. Да уж, походу кинули меня. Вот и договаривайтесь с людьми после этого. Я сел на лавку и пригорюнился. И зачем я только их просил научить меня драться? Только времени полдня потратил, смотрел, как они играют. Вот я дурак. Я сидел на лавке и думал, какой я неудачник. Не заметил, как ко мне подошел Денис. Привет. Че здесь сидишь такой один грустный? Здрасте, дядь Денис. Да даже говорить не хочу. В общем, захотел научиться драться. Договорился с ребятами, что я им даю компьютер играть, а они меня учат. Но вот в компьютер они поиграли и почти сразу убежали. Понятно. А расстроился ты чего? Ну как, что, дядь Денис? Говори уже, хочу драться научиться. Ну и просто стать физически сильнее. А учить мне некому. Ну вот смотри, когда я чего-то очень хочу, я просто беру это и делаю. Потихоньку, шаг за шагом, иду к своей цели. Если тебе действительно хочется чего-то достигнуть, то для этого тебе никто не нужен. Приходишь домой, открываешь руки знаменитых там спортсменов и просто повторяешь. И так каждый день, раз за разом. И вот только тогда, когда ты научишься сам брать свою жизнь в свои руки, только тогда ты добьешься всего в любых направлениях. Ааа, спасибо, дядь Денис. Я побегу домой тренироваться. И правда, почему мы всегда ищем в ком-то виноватых? Перекладываем ответственность себя на других. Все же только в наших руках. Если мы чего-то хотим, то нужно просто начать двигаться в этом направлении. Потихоньку, раз за разом. Как сказал дядь Денис. А если мы будем целыми днями лениться, говорить, что нам в чем-то не везет, завидовать другим, что у них что-то лучше, то так и останемся на одном уровне и ничего не добьемся в этой жизни. Я это понял. Надеюсь, поймешь и ты. Хм, интересно, кто это? Я открыл дверь. Странно, нет никого. О, а это еще что? Мышка Рейзер? Она же считает самая топовая для контры. Я занес мышку в комнату. Распечатал коробку. Блин, какая она классная. Прям совершенная. Не терпится попробовать поиграть с ней. Все фраги мои. Интересно, а от кого она? О, тут записка. В этом мире все только в твоих руках. Короче говоря, воспоминания. Это был понедельник, 8 апреля. Только что мама выгнала меня из дома за двойку по контрольной. Мама разозлилась мне на шутку. Наверное, нужно какое-то время переждать, пока она остынет и простит меня. Вот и угораздило же меня не подготовиться к этой контрольной и получить двойку. Я вышел из подъезда на улицу. Так, что мы имеем? Школьный рюкзак с дневником внутри и 20 рублей в кармане. Да уж, не густо. Не хватит ни на еду, ни на ночлег. Эх, было бы сейчас лето и хорошая погода. Можно было бы переночевать где угодно. Хоть на улице под открытым небом. А вот сейчас нужно искать себе дом на ночь. Я стал бродить по улице, пытаясь придумать себе место, где можно переночевать. Я ходил 1 час, 2 часа, 3 часа. Ничего даже более-менее подходящего не было. Ладно, если все нормальные места уже заняты, то остается еще один вариант. Самому построить себе дом для ночлега. Помню, я смотрел на ютубе, что бездомные часто делают себе дом из большой картонной коробки. Нужно только ее найти. Интересно, а где чаще всего выкидывают большие коробки? Я включил логику. Коробка большая, значит она от большой техники. Если техника большая, значит она дорогая. А дорогие вещи себе могут позволить только богатые люди. А где они живут? Конечно, в больших частных домах. Ох, железная у меня логика. Я осмотрелся. Уже через пару часов начнет темнеть, а мне еще дом строить. Пожалуй, придется пробежаться. Ух ты! А вот и большая коробка! Прямо мое спасение! Я взял коробку и начал искать подходящее место для своего будущего дома. О, вот тут вроде неплохо. Сначала нужно вытащить все содержимое. О, тут и большой пакет есть. Как раз пригодится, чтобы не промокнуть. Я как мог сделал из коробки себе дом. Правда, похож он почему-то оказался больше на будку для собаки. Но выбирать в моей ситуации не приходится. Я залез в свой новый домик. Да, тесновато здесь, конечно. А еще уже очень сильно хочется кушать. С самого утра во рту не крошки. Эй, пацан, ты что тут делаешь в коробке? Я здесь живу. А, это ты двоечник? Мамка все-таки выгнала? Да, но мне и тут хорошо. Ладно, вылезай из своего шалаша. Есть у меня для тебя одно место. Садись в машину. Поехали. Я хоть и не хотел куда-то ехать с этим дядей, но выбора у меня особо не было. Пока мы ехали, незнакомец все время рассказывал о своих больших делах и достижениях в жизни. При этом он активно размахивал руками, почти не держась за руль. Это меня немного пугало. Наконец, мы приехали. Вот я тебе и говорю. В этой жизни, пока сам не возьмешься, никто тебе подарков не сделает. Мы вышли из машины. Дядька протянул мне какие-то ключи. Вот ключи. Это один из моих гаражей. Короче, приберешься здесь и получишь деньги. Все, давай, приступай. Я поехал. Я проводил машину взглядом и стал открывать гараж. Это оказалось не так-то просто. Я снял один внешний замок, а вот второй внутренний все никак не поддавался. Но через пару минут и к нему я нашел правильный подход и открыл дверь. Я зашел в гараж. Да уж, ну и бардак. О, да тут и машина есть. Интересно, заводится? Я огляделся. Вроде рядом никого нет. Я аккуратно пролез к двери машины и сел в кабину. Эх, ну и ладно, пойду работать. А то уже просто очень сильно хочется кушать. Интересно, сколько дядька мне заплатит? Я убирал 10 минут. 20 минут. 30 минут. Грязи, если честно, меньше не становилось. На улице послышались звуки машины. Я вышел из гаража. Так, ну что ты тут наделал? Ух, не густо. Ну ладно, вот как и обещал тебе. 100 рублей! А ты что думал? Деньги в наше время всем тяжело даются. Но я... Что ты? А ну проваливай отсюда, вымогай. Думаю, убежать сейчас будет лучшее решение. 100 рублей, конечно, немного, но покушать хватит. Я дошел до ближайшего магазина. Купил молоко и хлеб. На выходе я встретил маму. Сынок, а ты здесь что делаешь? И откуда у тебя деньги на все это? Ой, мам, ты не поверишь. Столько всего произошло. Сначала я построил сам себе дом из большой коробки и стал в нем жить. Потом устроился на работу к бандиту и убирался у него в гараже. Еще там машина была. Я решил ее завести, правда не получилось. Ладно, фантазер мой, пошли домой. Дома коту будешь свои байки рассказывать. Внимание, я провожу конкурс в моем инстаграме. Приз 1000 рублей. Для участия в конкурсе вам нужно подписаться на мой инстаграм, поставить лайк на двух этих фото и написать любой комментарий. В этом ролике спрятаны две пасхалки в виде бананов. Если ты подпишешься на канал, поставишь лайк и в комментариях напишешь время, где спрятаны бананы, то станешь участником розыгрыша любого набора стикеров ВКонтакте. Победителя объявлю в следующем ролике. Ну а в прошлом видео банан был на траве и на столе. Победил Дамир Зет. Поздравляю. Это, ну ты слышал про землетрясение, ты слышал? Ну а что спокойный такой? Мы все можем погибнуть, блин. Смотри, как босой трясется. Делами всякими занимались. Там по бизнесу телефоны, камеры отжимали. Что ты городишь вообще, что они об этом? Делать нам что? Слушай, у нас техника хрупкая. Спаси ее, пожалуйста. Просто. Кусью. Я выхожу.